Первый тайм получился предельно насыщенным. К сожалению, гостей на протяжении этого игрового отрезка было видно лишь хозяев. Их преимущество вылилось во взятие ворот на 18-й минуте. Дебютировавший в этой встрече за сибиряков Александр Головня не смог вынести мяч из штрафной, а повторный навес с фланга нашел одинокого Максима Барсова, которому оставалось лишь не промахнуться с нескольких сантиметров. Артем Кулишев мог удвоить результат, но хладнокровия полузащитнику питерцев не хватило. Как и Артему Юсупову, нападающий оторвался от защитников и все сделал правильно, за исключением одного, но самого важного компонента – завершающего удара. Терпение Маминова закончилось на 33-й минуте, когда наставник произвел двойную замену, обусловив это… Слабой игрой в центральной зоне. И больше вы замены при среде, значит, у страны игроков не будет довольны, но, может, не было тем усилить. Пока некем усилить. В концовке тайма отличные эпизоды вновь выдавал Барсов. Активно и надежно действовал в разрушении экс-игрок Сибиряков, а ныне капитан Динамо Евгений Писегов. Впрочем, в редкой комбинационной атаке Тюмень могла оформить гол в раздевалку, но пятнистый лишь подразнил гостей попаданием в штангу. В первом тайме мне качество игры понравилось, за исключением пару моментов, но это больше связано не сколько там, какими-то командными действиями, сколько такие индивидуальные ошибки были. Второй тайм казался для тюменцев многообещающим. Юсупов снова вырвался на ударную позицию, но в последний момент снаряд сошел с ноги, напугав разве что пролетавших мимо птиц. Набившая оскомину поговорка «не забиваешь ты» стала актуальной. В ответной атаке Иван Соловьев пробил на силу. Игорь Обухов выручил, но Барсов успел сыграть на добивании 2-0. Мы знали, что команда на подъеме, была у них победа, поэтому второй тайм был тяжелый очень. Нам чуть повезло, что мы забили и дотерпели сыграние момента. Повезло и дотерпели два ключевых слова в речи автора дубля. Ведь если бы тюменцы реализовали хоть половину верных моментов, которые создали в заключительные 10 минут игры, наверняка разжились бы турнирными баллами. Но вместо этого Саламатов был неточен, Павленко не сумел переиграть вратаря, Чуканов довольствовался ударом в штангу, а Юсупов не замкнул передачу партнера. Получите и распишитесь. Поражение 0-2. Слабая очень игра с нашей стороны. Слабая игра. Но если будем играть, например, так же, как последние 30 минут играли во втором тайме, когда пошли моменты, начали создавать моменты, просто начали смелее играть в футбол, нужно начать играть в футбол, самое основное. И не бояться. Не бояться ни мяч получать, ни начать идти вперед. Вот. Просто немного психологию нужно поменять. После этой неудачи сибиряки остались пребывать на 18-й строчке. До 12-й позиции по-прежнему рукой подать. Однако желающих покинуть зону вылета хватает. На данный момент борьбу за выживание ведут сразу 10 команд. Зато Красноярскому и Енисею с Амарским крыльем такие проблемы не знакомы. Оба клуба с каждой игрой все тверже заявляют о своем намерении попасть в класс сильнейших напрямую. В следующем туре тюменцы примут курский авангард, но перед этим 20 сентября сыграют на геологи Стосна из Ленинградской области в рамках 1-16 финала Кубка страны.